Ну что ж, небольшой перерыв заканчиваем и продолжаем финальную миссию Fire Emblem Engage. Вторая фаза битвы с Сомбром. Вперёд! Итак, как нам сказали в туториалах, нам нужно сначала уничтожить барьер, а для этого нам нужно уничтожить тёмные эмблемы. Причём каждую эмблему можно уничтожить определённой эмблемой, которой она имеет слабость. По сути, они должны быть из одного и того же мира, той же вселенной. Так. И дабы это узнать, нам нужно, во-первых, подойти поближе, как нам сказали, во-вторых, зайти сюда и почитать, что написано в этом квадрате. К квадратике. Так. Эмблема тьмы, что была призвана Сомбром, который обладает из того же мира, что и Марс. И обладает такой же силой и могуществом, как и божественный дракон. Ну всё, тупо нужно читать тут и всё, победа за нами. Ну что ж, вперёд, значит, Марс. Так, а что у нас тут? Эмблема... 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 Сигурд. Из того же мира, что и Сигурд. Блин, хорошо, что я Сигурда взял. Слушайте, а если бы я не взял нужных эмблем? Да, слушайте, по сути, ваншот, как я понимаю. Ого! 120! О, и диалоги ещё уникальны. Мой святой меч. Меч. Телефинг. Так реагирует на него. Это означает, что ты... Как святой рыцарь Грандвейлов. Как потомок Война Света. Я похороню тебя здесь и сейчас. О. А, Вилдер, ты про что? А, слушайте, а враги даже не озвучены. Люди... Презрения. Не, а луна в смысле не отвечает. Отвечают просто без озвучки. Стоп, мой чик попал на микрофон, ребята, или как? Вы мне скажите, иначе я его порежу на записи, если да. А, понятно. Окей. Значит, он имеет в виду всё-всё. Просто он написал как раз ещё комментарий в этот момент, когда я выключал микрофон на пару секунд и чипнул. Хорошо. Так, ну, по сути, тут можно бить вообще всем чем угодно. Это злость. Это тёмный дух. Ага, понятно. Ты... Сколько бы раз мы не сражались, я никогда не проиграю. Пока у меня в руках божественный меч. Палкион. Ой. Ну ладно, фраза врага. Окей. Так, дальше. Так, мне не обязательно заходить туда, можно и тут. А, тут у нас Селика. М-м-м. Не, ну Селика может вполне телепортироваться туда, но как-то... Ха, опасненько. Ой. И Лив. Господи. А, у меня он есть? А, есть. Он как раз Мистирый. Отлично. Просто замечательно. Так, а что насчёт дамага? А, слушайте. А. Ну, ну да, ну да. У него 300 кп, по сути, получается. Хотя. Злой дракон. Мария, дамага не чувствует. Типа. А тут рисковать-то нечем. Слушай, тогда пусть Мария тут его ковыряет потихоньку. И, знаете, что я сделаю? Атакую ей последнюю, вдруг там, не знаю. Так, проверим других персонажей. Веди Юнака ещё, может, не получает дамага. Не, ну, понят, он будет, получает довольно неплохо так. А нет, слушай. Это дамаг? Дамага не чувствует. Так, а что ещё-то анти? Так себе подомой, конечно. Дамага не чувствует. Ну, тут, как всегда. Вилдер, отчего? Ты радуйся, мы скоро наконец-то закончим эту игру. Ты ее больше не увидишь. По мордасу. Ну, у... Марии, знаете, почему нет дамага, скорее всего? Из-за эмблемы. Из-за кому и ее навыков. Которые, как раз-таки, имеют резисцию против данных драконов. Так, ну... Блин, тебя мне нужно отправить в другую сторону. Поэтому мы сделаем голод. Так, наверное. План, да, конечно. Финальная битва в дополнение была пока что намного лучше. Интереснее. А, блин, там еще сзади. Вообще. Вот этих ребят не заметил. О, а вот и дамаг появился. Ну, все равно, этот дамаг, как бы, для Марии, ну, типа, куром на смерть. Ну, тут у нас скорость больше, чем у врага. Ну, билдинг. Как бы, по-моему, мы уже давно поняли все про эту игру. Так, а что насчет Валера? Ну, Валера такой себе, конечно. Хрит 10%. Хрит 10%. Да вы издеваетесь, я специально ее взял, чтобы вот сюда пойти. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ингис! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Красава! Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ура! Так, а чё это так медленно? Можно как-то успорить? Нет, нельзя. Можно кнопку скид нажать, но я боюсь, что вообще мы скиднем всё. Ну, в 3 Houses, по-моему, это можно было ускорять. Ну, ребят, вот такой вот Fire Emblem Engage. Я, как уже говорил, это худший Fire Emblem, что я видел. У него хорошая боевая система. Ну, как бы, она всегда была хороша. Скажем так, фишки, которые тут они реализовали, ну, интересно, неплохие. Карты тоже были хорошие, но... Ну, не знаю, как-то даже 3 Houses, несмотря на то, что карт там вроде было поменьше, но разнообразие на них как и побольше было. Хотя бы повеселее. Тут, типа, ну, неплохо, ну да. Ну, визуал тут, конечно, по сравнению с предыдущей части, ну, прокачан. Тут видно, что и, так сказать, графона добавили, но стилистика всё-таки тут другая. В общем, да. DLC оказалось намного лучше, чем основная игра. Ну, в будущем, если выйдет ещё один Fire Emblem, который будет вот такой же, я его точно буду скипать. Лучше будем проходить что-нибудь из старого хорошего. Не, ну, как бы, позитивные моменты были. Были интересные персонажи, были интересные взаимоотношения между ними. Вот. Сюжетка в DLC была неплохой. Если бы вся игра была такой, то... Тогда ещё, ладно, нормально. Да, да, Кенша, она продалась. Ну... Три Хаузел намного лучше пока что. Потом уже посмотреть. Так что, да. Я не знаю, почему они сделали этот Fire Emblem такой. Тала, что такое? Я не знаю, почему они решили настолько именно плохую игру сделать. Почему так получилось? Что случилось? Чем это связано? Но... Да. Как я уже говорил, даже спин-офф Три Хаузел Са Три Надежды, несмотря на то, что это мусор, там больше души и игра намного интереснее. В плане сюжета, в плане персонажей, да и... Боёвка, ну... Учитывая, что это мусор, ну, вполне сойдёт. Конечно, лучше тактика, но... Если выбирать между этой герой и Три Надежды, то... Три Надежды. Otherwise, блин, я не подписываю. Якую. Это не единственное RAW Су. Но 봐. Ага. Я выйду поясняю аналитику. Она загрязышна на лаве, помась streets core, soccer bitte с majestellt гор Мохановой или Три Надежды! Ох... салар это время что мы потратили там количество ходов и время что мы потратили на прохождение карты за сколько мы проходили эти задания учитывая время там походу не учитывается время которое потрачено на диалоги тут именно без диалогов просто именно чисто геймплей ну да и старых хорош по эрэмблемов который я когда-нибудь хочу пройти на стрим это shadow балансе что является ремейком второй части по моему а потом есть игры уже из разряда хотелось бы но там нужно посмотреть хотелось бы геймку русские версии как нибудь попробовать проблема в том что там будет а нужно будет быть скажем так повнимательнее если я тут по сути расслаблялся и вообще обдумывать какую-то тактику я даже не пытался местами финальной битве способ такой еще попытаюсь побыстрому туда-сюда расположить что-то потом я понял что босс ни о чем и вы сами видели такой ну и ладно фиг с ним погнали бить просто фрукт-форсом так что ну как бы тут ну скорее всего на более высоких уровнях сложности будет уже повеселее но это уже я взял нормал потому что он не так диалоги с японского переводить так уже выматывает поэтому концентрируется потом еще на практику довольно сложно я думаю вы это понимаете если бы не перевод возможно можно было вообще взять хотя вряд ли карты сильно нас напрягал в учитывая бесконечную прокрутку так сейчас концовки будут по идее валера и айви божественный дракон валера взошел на трон в качестве нового короля божественных драконов он привел континент эльдис к длительному миру благодаря прочным связям которые он остановил с королями и друзьями различных стран его партнер айви вступила на трон королевства иллюзии сразу после войны с помощью божественного короля драконов она посвятила себя восстановлению страны их отношения были признаны народом и как говорят послужила катализатором для укрепления веры в божественного дракона вандер после того как божественный дракон валера стал королем вандер передал свою должность стража своим преемником с тех пор он принял на себя управление парящим островом somniel в качестве рыцаря-одиночки и посвятил свою жизнь служению божественному дракону король божественных драконов его спутники часто посещали somniel чтобы повидаться с вандером и они всегда смотрели на оживленную обстановку как будто были в путешествии клан он занял место предыдущего стража и стал официальным 33 стражем дракона он стал прекрасным молодым человеком как умственно так и физически его спокойный собранный стиль работы как говорят был похож на стиль вандера его большое восхищение королем божественных драконов осталось неизменным и при выборе своего преемника стража он придумал свой собственный тест уделяя особое внимание тому насколько была глубоко любовь того кто проходит тесс королю божественных драконов фран она сменила предыдущего стража и стала официальным 33 стражем дракона и легкомысленная сторона исчезла и она стала внимательным человеком напоминающий вандера она не утратила свою большую любовь к королю божественных драконов и при выборе своего преемника стража она придавала большое значение громким криков в честь короля божественных драконов в результате она устраивала соревнования кто громче кричит среди кандидатов стражей альфред через несколько лет он ступил на престол в качестве короля финлана он еще больше углубил дружбу с литосом и другими странами и укрепил позиции страны как мирного государства созданный им новый невоенный союз защитил королевство финлана от войны в течение многих лет поздних документов говорится что его правление как короля было недолгим так как он умер ранней смертью однако при жизни он был ярким как цветок и был любим своим народом и его жизнь несомненно была счастливой эти она усердно старалась для своего господина и для финлана используя свою гордую доблесть она внесла большой вклад в подготовку воинов замка и благодаря разработанным и эффективным методом тренировкам и препаратам увеличивающие мышцы число сильных рыцарей в замке финлана выросло до такой степени что не соответствовало мирному государству в ее родном городе до сих пор повсюду сажают оранжевые цветы в честь ее подвигов кушерон вместе со своим господином он упорно трудился над восстановлением финлана и хоть на восстановление портового города ушло довольно много времени он плакал так как никогда раньше когда все было восстановлено в прежнем виде он так часто ходил из королевского замка в портовой горшке никогда не сбивался с пути в результате чего по которому он ходил было названо в его честь силен она поддерживала своего брата короля когда он зашел на трон посвящая свою жизнь королевству финлана она была настоящей королевской особой и в поздних учебников истории ее восхваляли за то как она поддерживала мир даже если иногда и приходилось играть непопулярную роль и она использовала суровые наказания на те кто нарушал спокойствие ее любимый чай считался счастливым чаем в результате чего в финландии родилась традиция что его нужно выпивать дабы обрести немного удачи и счастья луи он отошел от дела рыцаря и стал служить дворянам в качестве королевского управляющего его прекрасный чай который заваривал помогал излечить его тело после уставших послевоенных обязанностей говорят что многие девушки влюбились в его преданность и просили его выйти за них но он не слушал их и предпочитал наблюдать издалека за садом издалека где находятся прекрасные девушки клое она еще усерднее старалась в роли королевской гвардии и поднимала настроение уставших от тренировок королевских особый солдат предлагаем свои деликатесы и кто поначалу сомневался были очарованы и деликатесами с тех пор королевство финландо наполнилось многими новыми блюдами через несколько лет у него начался сказочный роман с мужчиной которого она встретила в протоколом киеваске в итоге она наконец-то встретила любовь всей своей жизни диамант после войны он зашел на трон как король броди он продолжил храброе наследие короля морину но никогда не вторгался в другие страны он долгое время пытался исправить чувство народа особенно по отношению к иллюзии его политика вызывала недовольство знаете который считал ее позором для вооруженной мощной страны на его политика обогащения страны за счет экспорта руды было воспринято последующими поколениями как великое достижение эмбер он был несказанно рад воцарению своего повелителя усердно трудился над урегулированием последствий хаоса где бы он не появлялся везде происходило что-то интересное что в результате превратилось в легенды из фалклера в учебниках истории он описывается как верный рыцарь короля диаманта и в результате он сам стал восхваленной легендой говорят что его портрет на которых он изображен верхом на альпах вызывает раздражение у экспертов джейд она с улыбкой отправил нового воцарения своего господина на трон и служила своей стране в качестве рыцаря короля несмотря на то что она была занята она не переставала писать романы и говорят что их количество перевалило за сотню истории которые она написала за всю свою жизнь славились тем что вызывали дрожь в сердцах будущих поколений заставляли короля божественных драконов с ностальгию вспоминать старые времена старк он занимался бумажной работой в королевском замке иногда ездил в иллюзию чтобы помочь в восстановлении его заслуга в том что он способствовал снижению неприязни народа иллюзии к броди и что в свою очередь способствовало развитию торговли между двумя странами лапис она ездила в разные районы пострадавшие от войны и старалась учить людей как ремонтировать свои дома и другие имущества и как стать самодостаточными когда она посещала какое-либо место то всегда оставляла на память сладкую картошку последующие годы эта картошка стала настолько известна что деревни где ее производили стали очень богатыми и процветающими а лапис который непреднамеренно способствовал развития этих деревней почиталась в них как богиня картошки центринка она продолжала рассказывать о новых выгодах для дворян которые настаивали на войне ей не удалось убедить всех но некоторые дома были так впечатлены ее рассказами по стали твердыми сторонниками короля несмотря на многочисленные трудности она никогда не показывала свою темную сторону и улыбка когда она танцевала на своих балах всегда была изящной и лучезарной зелков уже королеве айви его глубоко тронули сироты войны в иллюзии он способствовал созданию период его также взял и воспитал нескольких детей до у него появилась семья он стал работать еще больше был так занят что у него не оставалось времени на хобби но он выглядел счастливым дети зелкова пытались подражать отцу и говорили на странном языке после того как ави стала королем когетсу внезапно исчез были предположения что он отправился на поиски нового сильного человека но правда так и оставалось тайной пока это загадочная атмосфера висела в замке он внезапно вернулся и рассказал что поговорил со своей семьей на родине дабы они разрешили ему жить в иллюзии и не принимать бразды правления своей стране и с тех пор он работал на королеву айви и когда он иногда возвращался домой то привозил в иллюзии обратно в качестве сувениров много риса артензия после того как ее сестра стала королевой она вернулась в академию несмотря на послевоенные потрясения она преуспела в учебе и окончил академию с лучшим результатом благодаря полученным знаниям и природному очарованию она часто помогала своей сестре которая не всегда была лучшим оратором и вела дипломатию с броди говорят что возрождение иллюзии произошло благодаря преданности королеве айви и сестре артензии за что их стали называть сестрами чистого снега розаду после посвящения в рыцарь ему было поручено уничтожить оставшуюся нежить в различных регионах ему не нравилось воевать но он выбрал этот путь потому что хотел чтобы его одноклассники могли продолжать учебу позже он сам вернулся в академию и окончил ее последние годы жизни он стал успешным художником и изящным солдатом королевской армии говорят что портреты королевской семьи которые навсегда остались в замке иллюзии это его работа гол мари после посвящения в рыцаря она вернулась в академию чтобы учиться у нее обнаружился удивительный талант обучать других и усердно работая рыцарем она также стремилась стать учительницей и стала одной из самых прекрасных учительниц в академии в итоге многие из ее учеников со временем стали важными фигурами в иллюзии и говорят что каждый урок начинался с приветствия в котором она извинялась за свою ум и красоту мистера дабы урегулировать все проблемы после войны она странствовала не только по солны но и по многим другим странам она никогда не забывала свои обязанности принцессы возвращалась замок с яркой улыбкой развлекая своих гостей она так наслаждала своей свободой что официальной королевой стало очень поздно люди с которыми она встречалась в своих странствиях любили ее как друга и она стала самой популярной королевой истории соума мерин сопровождая мистеру в качестве рыцаря она изучала экологию животных который встречался их путешествиях и в результате закончила свою энциклопедию о редкость животных в этом мире за свою уникальность эту книгу мало кто брал в руки но последующие поколения ее высоко ценили за ценную информацию короля драконе и вл последующие годы жизни уйдя в отставку с поста рыцаря она вернулась в родную деревню которую сплотила и стала там главой понятон она служила рыцарем мистера иногда выступала в роли теневого воина в замке хоть она вела себя дико но как ее госпожа любила жарить мясо в замке они также говорили что она ежедневно оттачивала свое мастерство и усмиряла любого подозрительного человека одним ударом кулака она никогда так и не смогла найти своих родителей и поговорить с ними но тайно восстанавливала церковь семьи богато он скитался сам по себе пока его сестра не стала королевой потом вернулся чтобы расширить свой кругозор и работал помощником королевы мистера несмотря на свою яркую и заметную личность его редко упоминали в учебниках истории известно что он был любящим человеком и говоря что во время своих странствий он встретил туз который провел всю оставшуюся жизнь пандор после войны он пригласил много людей своей церкви где основал новую веру поклонению всем драконам он планировал устроить честь этого всемирный банкет в королевском замке литос король божественных драконов и вейл были очень рады этому но вандер остановился в последний момент в результате банкет был довольно скромным веселое приветствие которое он любил использовать возможно впоследствии стал особым приветствием при поклонении королю божественных драконов возможно и нет он восстановил ресторан своей семьи о котором давно мечтал ресторан Он процветал, как место, где ели сами королевские особы Солома и Божественный Дракон, но через некоторое время он передал ресторан своему приемнику и отправился в путешествие, чтобы попробовать еду в разных странах. Методы приготовления пищи, которым он научился в своих путешествиях, были собраны в книгу, которая передавалась по наследству как священная книга поваров. Даже после смерти его вкусные блюда радовали народ и Божественного Короля Драконов. Эль После войны она тихо жила в Литосе, изредка помогая Божественному Королю Драконов. Она редко превращалась в дракона, чтобы не пугать детей человеческих, но в чрезвычайных ситуациях охотно использовала свою силу. Те, кто знали ее мягкий характер, считали ее не злым драконом, а драконом-хранителем Литосом, и она была любима людьми последующих поколений. Ил После войны он скитался по разным странам, но раз в году посещал Королевский замок Божественного Дракона, привозя с собой сувениры в виде кондитерских изделий. Однако через сто лет после войны он исчез без следа. Последующее поколение утверждает, что он обнажил в лукости злого дракона, что не является Сомбром, и это заставило его превратиться в дракона, что сражается спасая мир незаметно. До нее дошли слухи о демонических драконах, что живут тайно в разных местах и отправилась на их поиски и защиту. Где бы она ни появлялась, ее принимали за Сепию и всегда устраивали первый полог, но благодаря упорным уговорам и преданности своему делу ей удалось добиться их понимания. В последующие годы жизни, благодаря помощи тех, кто ее поддерживал, она основала деревню племени демонических драконов. И там она прожила долгую жизнь, любя и будь челюбимой всеми как семья. Грегори, он радуется окончанию войны, носит одежду из мягких материалов и обретает мирную жизнь, о которой он всегда мечтал в тихом лесу. Он наслаждается своим покоем, но одежда, которую он делает, становится настолько популярной в летосе, что купцы выстроились в очередь, чтобы купить ее. Смотря на то, что изначально это его напугало, он добросовестно продолжает производить свои товары и становится достаточно богатым, чтобы его потомки могли жить безбедно. Мадален, она переехала в иллюзию, в свой дом, который был похож на тот, что был в прежнем мире, обучалась там стать рыцарем. Благодаря ее усилиям, через несколько лет она стала уважаемым рыцарем, что достигла уровня в своих родителях, о чем она всегда мечтала и была назначена командиром ордена. Она сыграла определенную важную роль в восстановлении иллюзии. Выполнив свою роль, она поселилась в деревне, которая была похожа на ту, где она родилась и жила там с тем, кому доверяла. Анна, она воссоединился со своей семьей и достигнув совершеннолетия путешествовал по континенту в качестве уважаемого торговца. У нее было очень много сестер с таким же лицом и именем, но только Анна, которая была королем божественных драконов, делала кольца и продавала их в разных местах, вспоминая о своих былых странствиях. Не без помощи популярности и эмблем эти кольца стали очень популярны в народе. В результате она получила большую прибыль, о которой всегда мечтала. Жан, он вернулся в свой родной город, чтобы продолжать обучение и в молодом возрасте стал очень опытным врачом. После того, как он стал главой клиники, он продолжал раз в месяц посещать Литос, чтобы убедиться в том, что король божественных драконов в добром здравии. Он с энтузиазмом относился к новым лекарственным рецептам и в более поздних медицинских текстах записано, что чайные листья из его деревни стали лекарством от всех болезней в результате его исследования. Юнака, после войны она выступала на улицах, ее актерское мастерство покорило зрителей, но однажды она исчезла. Говорят, что она где-то потерялась или что начала жить как другой человек, но достоверной информации нет и это является предметом догадок. Говорят, что необычные слова, которые иногда произносит король божественных драконов, являются результатом ее влияния на него. Седес. Буче странствующим путешественникам он зарабатывал на жизнь за пределами солома, гаданиями и танцами. Во многих странах у него появились восторженные поклонники, а в последние годы жизни он также выступал в роли рассказчиком, рассказывая о своих путешествиях с королем божественных драконов. Гаданий перед отъездом предсказал, что он будет наслаждаться деликатесами каждой страны, будет богословлен многими встречами и проживешь счастливую жизнь и несомненно результат был точным. Линдор. Он вернулся в свой старый дом, сказав, что оставит все остальное молодым. Он наслаждался своим любимым чтением и экспериментами, живя беззаботной жизнью на пенсии, пока одним весенним утром он не ушел из жизни, чтобы встретиться со своей любимой женой. В всякий раз, когда гремели весенние грозы, король драконов и его друзья вспоминали забавные, экспериментальные и уникальные вкусняшки, что он готовил. Зофия. Она вернулась в замок короля Броди и была назначена охранять короля Диаманты. Когда она почувствовала, что ее навыки ослабевают, она грациожно ушла в отставку и открыла рыбный ресторан в своем родном городе. Несмотря на небольшие размеры ресторана, говорят, что он процветал, потому что его посвящали солдаты королевского замка со всего мира и даже иногда королевской особы. Фирменным блюдом ресторана было когда-то любимое рыбное блюдо короля Морина. Вейл. Она взяла на себя управление землей Гардуан, которая оставалась на поверхности и привела эту землю к расцветанию. Она пыталась остаться простым драконом, говоря, что не желает быть королевой. Но по просьбе своего народа она стала первой королевой королевства Гардон, примерно через сто лет после окончания войны. Ее прежние товарищи не смогли увидеть это, но их потомки и король божественных драконов богословил ее. Мув. Вместе с Вейл он пытался искупить свои грехи, посвящая себя помощи другим и восстановления страны. Он до самой старости продолжал делать добрые дела, пока однажды он не ушел и никто ничего о нем больше не слышал. Кто-то говорит, что с ним случился несчастный случай, а кто-то, что он стал жертвой людей, заставившие злобу на четыре гончей, но истина неизвестна. Точно известно лишь то, что он до самого конца заботился о Вейл и короле драконов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сегодня состоится моя церемония коронации Я наконец-то буду коронован как король божественных драконов Я очень хотел, чтобы вы все это увидели Но вы с этим ничего не поделаешь Сияй! Эмблема начала Шучу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да А вы еще не переоделись Украшу Ты меня раскрыли Ха-ха-ха-ха ну быстрее пошли пожалуйста не тяни меня так а да мы еще встретимся возможно когда-нибудь снова если ты пожелаешь мы можем установить снова и снова и когда ты захочешь мы сольемся сольемся и конец ну вот такой вот fire emblem engage надеюсь вам понравилось ну надеюсь вам понравился мой стрим именно с игрой как бы все понятно надеюсь было все понятно плане перевода я старался так сказать перевести с оригинала и чтобы вы поняли какая игра была задумана и написано в изначальном в изначальной японской версии а не то что сделали в английской версии которые мы уже много раз сравнивали общались говорили про это вы сами видели но что я могу сказать никому не рекомендую эту часть не трогайте и и они не нужно в нее играть есть куча других хороших игр серии это такое себе очень очень на любителя как бы если тупо ради геймплея то еще можно чтобы проходить карты можно взять уже сложности по побольше и уже упорваться в сбор хорошей партии и прохождение всех карт на высоких сложностях но насколько это того стоит учитывая что есть другие игры серии который намного лучше решать так сказать вам в итоге но я уже говорил если бы вы не настаивали и вы не присутствовали на стримах и казали бы что давайте все таки и пройдем я бы ее давно бросил в начале я очень сильно разочарован этой игрой если говоря я ожидал намного более интересного произведения но вы получили то получили но хей есть свои позитивные стороны как мы уже говорили были вы парочку интересными взаимоотношений между персонажами и сами интересные персонажи некоторые голдмари топчик айви топчик а тензи тоже неплохая да и куча других лапис она и так далее dlc было отличным вот по сравнению с основным сюжетом dlc было хорошим неплохим и отличным было хорошим интересный там персонажи интересный сюжет неплохой сделан в отличие от основной сюжетки и если бы это если бы сюжет дополнение было основным сюжетом то это было бы намного лучше так что да были интересные моменты но вы и как бы даже концовка что-то такое вау не дало потому что мы видели парочку моментов были неплохо сделаны там тоже смерть ури и сэпи лучки надежды вроде появлялись но ненадолго ладно ждем новый fire эмблем надеемся что он будет намного лучше хотя бы на уровне три хауза и будем проходить другие игры и игры которые у нас там иски данный момент серии кисеки надо бы ее пройти там якудзы когда-нибудь вернемся ну и само собой fire эмблемы старые тоже может быть ним тоже подойдем когда-нибудь так что увидимся на других стримов и прощаюсь с теми вот это записи на ю тубе и увидимся